В парламенте о Саакашвили говорили везде, и с трибуны, и в кулуарах. Нардепы даже стали опасаться за ключевое голосование. Госбюджет 2018. Как вопрос бывшего одесского губернатора связан со сметой на следующий год, и что нового, сказал генпрокурор, который снова пришел в парламент, далее в материале. История Саакашвили второй день вносит коррективы в повестку дня парламента. Это в кулуарах кучкуется охрана силовики на каждом углу с собой карематы, хотя депутаты уверяют, работают как прежде. Впрочем, и о вчерашних событиях, и о сегодняшних упоминают практически все, кто выступает с трибуны. Даже два вице-спикера умудрились поссориться. Службовым повноважением генеральный прокурор зневажив. И зневажив не одного депутата, не депутата Олега Березюка. Он зневажив каждого из вас, потому что он зневажив парламент, в стінах которого он выступал. Вихід есть только один. Президент должен негайно отсторонить Юрия Луценко. Генерального прокурора сегодня снова ждали в парламенте вместе с главой службы безопасности Украины. Многие народные депутаты понимали, что содержать такой палачный городок – это большие деньги. Но ответы на то, кто финансирует палачный городок, кто оплачивает питание людей, которые находятся там, кто оплачивает туалеты, которые там находятся, кто оплачивает обогрев этих городков, подвоз, полиграфию, кто все это финансирует. Эти вопросы, как и то, почему силовики не удержались Акашвили, и что было в палатках возле парламента ночью, нардепы адресовали генеральному прокурору. Я также, с одного боку, разочарованный и вчерашними, и сегодняшними ночными событиями. До речи, ночные события абсолютно законные, потому что пан Саакашвили после втечи оголошен в розшук. И РСБУ, и МВС должны его затримать. И это законная и необходимая действия в любой стране. Но мы могли бы быть более эффективными. Тих 12 работников Службы безопасности Украины, которые вчера везли Саакашвили на допит, все участники АТО, под креслою, которые прошли бои, по закону мали открытый огонь на вражение. Но мы думаем про государство, а Саакашвили, ховающись за спинами украинцев, обдуренных и купленных за гроши Курченко, думает только о потрясении этой государства. Правоохранители не хотят силовых провокаций, поэтому задержать Саакашвили ни вчера, ни сегодня не удалось. Что будет дальше Саакашвили, зависит от него. Потому что сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его затримать и отправить до следствия. Но он с группой боевиков, которых его оточили, захопили комитет Верховной Ради, что находится на территории готеля Киев, выломали двери, выкинули звезды одного работника УДО, который охранял государственное помещение. И там позволили отдыхать. Все зарегистрировано как криминальное проведение, и этому также будет данная оценка. Нардепы же хотят расставить точки в этом деле и надеются, что происходящее не помешает им принять в бюджет и продлить мораторий на продажу земли. Не надана квалифицированная юридическая оценка всем тем деньам, которые происходили вчера и сегодня. Я не понимаю, как мы можем спокойно переходить к бюджету, принимать и готовиться к Новому году. Питание бюджета. Мы не поддерживаем бюджет, проект бюджета, в виде, в котором он запропонован урядом, потому что мы считаем, что это типовое строительство полицейской страны с бедным населением. Наша позиция – мы должны проголосовать за оборону продажу земли. Это общая позиция, по-моему, у всех. И сегодняшние события отвлекают от принятия этого решения. Это абсолютно неправильно, потому что люди ждут стабильности на рынке земли. Что касается темы моратория, то профильный комитет рассмотрел 9 законопроектов, восстановился на одном, рекомендует принять практически копию действующего документа. Он носит характер продолжения моратория на год. И даручить Кабинету министров продолжить работу, ну и, как вы можете, закончить, по направлению закону про рынок земли. Нам обещают, что завтра поставят одним из первых на голосование. Для нас важно, чтобы продолжение моратории произошло прямо перед голосованием за бюджет, поскольку в зале будет мобилизация депутатов. Теперь главное, чтобы на пути депутатской мобилизации не стала мобилизация на улице. Екатерина Лысинга, Елена Зорина, Вадим Левун, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.